Грязные деньги Европы Нана Яковенко Инна СМИ, Россия 8 ноября 2019 года В очередном номере британского журнала «Экономист» под рубрикой «Банки и отмывание денег» опубликован материал с интригующим названием «Скандинавский нуар», термин, которым обозначались предельно реалистичные криминальные драмы скандинавских режиссеров, где доминирует мотив безысходности и жестокости. Именно таким образом авторы-эксперты намекают на то, что сегодня степень криминала в финансовой сфере стала зашкаливать. Поэтому-то, по их мнению, когда дело доходит до грязных денег, которые гигантскими потоками проходят через официально действующие финансовые институты, Европа должна начать действовать крайне жестко и наступательно. Для банков, которых США обвиняют в отмывании денег или нарушении режима санкций, последствия, как правило, оказываются катастрофическими. Еще все помнят эпизод, связанный с крупным турецким Халкбанком. Халкбанк, которому США предъявили обвинение в обходе санкций в отношении Ирана. Немедленно цена на акции Халкбанка резко упала. При этом британские эксперты с горячей отмечают удивительный факт. Несмотря на жесткий подход и все угрозы США, теневая деятельность международных банков остается обычным явлением. И даже в тех юрисдикциях, которые, казалось бы, имеют кристально чистую репутацию. В частности, в Европе, похоже, существует серьезная проблема отмывания денег, за которую настало время взяться всерьез. Авторы считают, что наиболее вопиющий случай связан с Данский банк. Данский банк – крупнейшим кредитором Дании. Одно время один офис с десятком сотрудников Толинни, МЕК и мирового рынка капитала, приносил десятую часть прибыли. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Будьте уверены. Оказалось, что с 2007 по 2015 и около 200 миллиардов евро, 220 миллиардов долларов, сомнительных денег, большая часть которых поступила из России, были проведены через одно маленькое эстонское отделение. У других скандинавских кредиторов тоже были проблемы. Около 135 миллиардов евро потенциально сомнительных средств прошли, возможно, через эстонское отделение Светбанк, Судьбанк, штаб-квартира которого находится в Швеции. Нардиабанк, Нардиабанкап, базирующийся в Хельсинки, также находится под пристальным вниманием, как и банки в Австрии и Германии. Дойче Банк, девуший банк, который помог осуществить транзакцию Данске в качестве банка-корреспондента, подвергся обыску со стороны полиции. В Лондоне говорят, что для Европы положиться на США в качестве глобального полицейского, может стать одним из вариантов в этой ситуации. Американские финансовые правоохранительные органы благополучно используют свои экстерриториальные правовые полномочия для наказания банков за пределами их собственных границ, и им легче получать информацию, потому что они могут пригрозить кредиторам их контрагентам ограничением доступа к глобальной американской платежной системе. Когда банк НСВС был пойман за оказание помощи в отмывании денег наркокартелям, США штрафовали его на 1,9 миллиарда долларов, и банк быстро привел все в порядок. Однако при этом эксперты замечают, что проблема заключается в том, что американское правоприменение за рубежом проводится непоследовательно. В скандинавских скандалах американские чиновники не спешили разбираться в подозрительных делах, в отличие от европейских регулирующих органов. В некоторых случаях наказание, назначенное американским судом Европейским банком, настолько сурово, что угрожает финансовой стабильности. Например, в 2014 году они оштрафовали банк БНП Париба, БНП Парибас, на 8,9 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима, в результате чего один из крупнейших банков Еврозона понес серьезные потери. Европа может самостоятельно решить данную проблему. Это можно сделать с помощью увеличения обмена информацией между банками, контрольно-надзорными органами и полицией. При этом ЕС не нужно Главное управление по борьбе с отмыванием денег, к чему некоторые призывали. Это может превратиться в очередную бюрократию. Вместо этого, считает экономист, имеет смысл собирать данные о подозрительных клиентах по всему континенту, чтобы власти страны, которые напрямую этим занимаются, но не владеют необходимой информацией, могли получить более полное представление о них. Примечательно, что, когда в ходе проверки контрольно-надзорных органов Данский банк отказал сомнительным клиентам, их тут же приняли конкуренты, очевидно, не подозревающие об опасности. Эксперты даже считают, что необходимо призвать инсайдеров раскрывать секретную информацию в случае возникших подозрений. Ведь в Европе существуют самые разнообразные схемы защиты лиц, информирующих о финансовых нарушениях. При этом авторы констатируют, что в Дании эта система защиты одна из самых слабых. И наконец, эксперты убеждены, что штрафы должны быть гораздо выше ныне существующих. Согласно законодательству ЕС, они могут составлять до 10% от годового оборота. Но некоторые страны устанавливают размер штрафов намного ниже. Например, в Эстонии эта сумма составляет всего лишь 400 тысяч евро, а фактическое наказание еще ниже. В заключении журнал пишет, конечно возможно, что у Европы никогда не будет такой дубинки, как у США. Но она могла бы делать гораздо больше, чем просто наблюдать за борьбой против грязных денег, проходящих через ее финансовую систему. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.